Камов стримглав пролетел мимо меня и кинулся к пульту. Я не бросился за ним, а остался там, где меня застала тревога. Пайчат, занаходившийся в этот момент у окна, застыл на месте, не спуская глаз с командира. Моё тело напряглось в ожидании команды, в готовности немедленно выполнить её, какова бы она ни была. Но никакой команды не последовало. Корабль неожиданно вздрогнул и меня с силой бросило на стену. Страшный грохот тугой волной ударил в уши. Мысль о катастрофе мелькнула на короткую секунду, а в следующую я уже понял, что случилось. Камов без предупреждения включил один из двигателей. Впервые я без шлема услышал его работу. К счастью для нас, чудовищный грохот продолжался не более пяти секунд. Снова настала тишина, и я почувствовал себя свободным от неожиданной тяжести. У меня кружилась голова и сильно звенела в ушах. Я видел у пульта сосредоточенное серьёзное, но спокойное лицо Камова и понял, что неведомая опасность миновала. «К левым окнам!» – крикнул Сергей Александрович. «Мельников!» «Мельников!» «К съёмке!» И прильнул к перископу. Я бросился к киноаппарату, вмонтированному в левую стенку корабля, и ещё ничего не понимая, молниеносно открыл объектив и включил ленту. Затем с лихорадочной быстротой схватил переносную камеру и открыл своё окно. Сначала я ничего не увидел. Как всегда, тёмная бездна была усеяна бесчисленными точками немигающих звёзд. Всё было как всегда. Но вот впереди нас, из-за борта корабля, начала выступать ярко освещенная изломанная линия края какого-то исполинского предмета. Он быстро увеличивался в размерах, вырастая на глазах, и, казалось, со страшной быстротой нёсся прямо на корабль. Я видел причудливые нагромождения скал, острые скалы, глубокие чёрные трещины, сверкающие в лучах солнца колоссальную гору, готовые раздавить маленький звездолёт, который бесстрашно мчался ей навстречу. Момент, и бесформенная глыба поравнялась с окном корабля, закрыв собой всё видимое пространство. До неё было так близко, что, казалось, стоило протянуть руку, чтобы дотронуться до светло-серой поверхности, по которой, прыгая на выступающие скалы и проварив с глубокие ущелья, с молниеносной быстротой промчалась тень нашего корабля. Показался неровный, ломанный край, и вся масса как бы растаяла в пространстве позади нас. Видение исчезло с непостижимой быстротой. Снова спокойно сверкала звёздная глубина мира. Необъятная пустота вновь распахнулась вокруг корабля, и казалось, что и не было никогда уродливого обломка, промчавшегося мимо и едва не прекратившего наш космический рейс. Всё заняло не больше двадцати секунд. Ошеломлённый и даже, пожалуй, немного испуганный, я машинально остановил аппарат. Снимать больше было нечего. Камов глубоко вздохнул. Его лицо было очень бледно. Он вынул платок и усталым движением вытер лоб. «Что это было?» – спросил я Арсена Георгиевича. «Астероид. Одна из карликовых планеток, неизвестная астрономом». «Мы впервые увидели её и так близко», – прошептал Белопольский. «На подобную встречу был один шанс из миллионов», – сказал Камов. «Но я никогда не прощу себе моего самоуверенного заявления, что она невозможна». «Зачем так говорить?» – нахмурился Пайчадзе. «Опасаться встреч с астероидом надо за орбитой Марса. Там главный пояс. Вблизи орбиты Земли они редки. То, что произошло сейчас, совершенно исключительно редчайший случай». «Но этот редчайший случай мог стоить вам жизни», – сказал Камов. «И вам также», – вмешался Белопольский. «Предупредить подобное столкновение современная техника ещё не в состоянии. Если бы оно произошло, то никто не был бы виноват». Камов молчал несколько секунд. «Вы, конечно, правы», – сказал он. «Я виню себя только в том, что говорил о невозможности встречи. Это полезный урок, и не только нам, но и всем звездоплавателям будущего». «Кто дежурит у пульта?» – я ответил Белопольский. «Продолжайте дежурство». И с этими словами Камов покинул обсерваторию. «Вы собираетесь отдохнуть?» – обратился ко мне Пайчадзе, когда за командиром корабля закрылась дверь. «Идём вместе. На сегодня хватит». Войдя в каюту, мы удобно расположились в своих сетках по обе стороны круглого окна. «Я всё думаю о фразе Константина Евгеньевича», – сказал я. «Помните, он говорил, что современная техника не в состоянии предотвратить подобное столкновение. Но разве невозможно соединить радиопрожектор с каким-нибудь автоматом, который бы изменил полёт корабля в случае появления препятствия? Снабдить корабль подобием автопилота?» «Такого прибора нет», – ответил Пайчадзе. «Что возможно на самолёте, невозможно на космическом корабле?» «Не забывайте, мы летим по инерции. Двигатели не работают. Чтобы изменить направление полёта, надо включить их. Предварительно рассчитать, столкнётся появившееся тело с кораблём или нет. В какую сторону надо повернуть корабль, никакой автомат не может. Пока не может прибавить лун. В будущем такой аппарат будет». «Об этом я не подумал. Остаётся радоваться, что случай благоприятствовал нам». «Случай», – повторил Пайчадзе. «У нашего командира верный глаз, твёрдая рука. В момент встречи я наблюдал один объект прямо впереди. И когда появилась эта маленькая планетка, заметил её сразу после сигнала тревоги. Она находилась правее и выше линии нашего полёта. Было неизбежно столкновение. Её траектория пересекала путь корабля. Любой на месте камера свернул бы в сторону, но Сергей только затормозил корабль настолько, чтобы пропустить планету перед носом звездолёта. Нужен безошибочный глазомер и большое хладнокровие, чтобы решиться на такой манёвр. Учтите, у него не было ни одной секунды на размышления. Арсен Георгиевич говорил внешне спокойно, но я обратил внимание, что он назвал Камова по имени. Это происходило только тогда, когда Пайчадзе бывал сильно взволнован. На каком расстоянии от планеты мы пролетели? Не больше 600 метров. Только сейчас я понял всю величину опасности, которую избежал наш корабль. При таком маленьком расстоянии планета могла притянуть нас к себе, сказал я. При скорости корабля, ответил Пайчадзе, этот крохотный член Солнечной системы не мог оказать никакого действия. Корабль не отклонился от своего пути ни на один миллиметр. Даже тело величиной с Луну не повлияет заметно на звездолёт, летящий со скоростью 28 километров в секунду. А такая крошка и подавно. Ничего себе крошка, сказал я, вспомнившись в Паринскую глыбу. Пайчадзе засмеялся. В астрономии, сказал он, Земля считается маленькой планетой. Астероид диаметром не больше 30 километров совсем пылинка. Но как ни мала эта планетка. Меня удивляет, что она ещё не открыта. Её орбита близка к орбите Земли. На ней не написано название, сказал я. Может быть, это одна из тех, которые известны на Земле. Я спохватился, когда увидел, как взвинулись брови Пайчадзе. Но было поздно. Фраза уже вылетела. Извините, Арсен Георгиевич, поспешил я сказать. Я пошутил. Признаюсь, что шутка неудачна. Пояс астероидов, сказал он, словно не слышно моих слов, расположен между орбитами Марса и Юпитера. Есть предположение. Там когда-то находилась большая планета. Но по неизвестным причинам раскололась на части. Малые планеты, обломки одной большой. Сегодня мы увидели такую планету с близкого расстояния и могли убедиться, что это обломок, а не самостоятельно образовавшееся тело. В этом случае оно бы имело шаровидную форму. Теория образования астероидов, как обломков большой планеты, подтверждается. Это очень важный результат сегодняшней встречи. Как я сказал, пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера. Но есть астероиды, которые выходят за эти пределы. В настоящее время известны орбиты 3520 малых планет. При подготовке экспедиции возможная встреча была учтена. Были произведены расчеты местонахождения каждого известного, он подчеркнул это слово, нам астероида, орбиту, которую мог пересечь корабль. Ни с одним мы не должны встретиться. Выходит, виден обломок малой планеты, неизвестной на Земле. Он искоса взглянул на меня и улыбнулся обычной ласковой улыбкой. «Астрономия – точная наука», – сказал он. «Спокойной ночи, Борис Николаевич». Глава на Марсе. 27 декабря 1900 года. Марс. Каким далеким и недостижимым казался он там, на Земле. И вот мы на Марсе. Марс. Хочется без конца повторять это слово. За окнами корабля раскинулась ночь. Первая ночь для нас за шесть месяцев. Солнце не видно. Оно зашло за линию горизонта совершенно так же, как это происходит на Земле. Заход в Солнце. Такое простое, такое знакомое явление показалось нам необычайным и полным таинственным смыслом. Небольшое и холодное в сравнении с нашим земным. Солнце, оно бросило последние лучи на неподвижный звездолёт и скрылось. Алмазная росла звёзд в привычных сочетаниях, знакомых с детства созвездий, покрыла непоземному тёмное небо. Песчаные пустыни, заросли голубоватых серых растений и неподвижные воды озера, на берегу которого опустился корабль, погрузились в мрак. Завтра с восходом солнца мы, наконец, выйдем из звездолёта. Завтра. Камов приказал нам отдыхать. Арсен Георгиевич спит в гамаке, подвешенном между окном и дверью. Я сижу на своей постели. Сна нет. Возбуждённые нервы надо чем-то успокоить. Дневник – старое испытанное средство. Опишу прибытие на Марс. Наш замечательный звездолёт явился в ту точку пространства, где была назначена встреча, в точно рассчитанное время. Приближаясь, мы видели Марс, ярко освещенный Солнцем, почти прямо впереди себя, и могли день за днём наблюдать его постепенное увеличение. Планета была не оранжево-красного цвета, какой я привык видеть её с Земли. Из окон корабля она выглядела оранжево-жёлтой. Сначала я предполагал, что причиной этого является скорость нашего корабля. Но Пайчадзе объяснил мне, что эта скорость недостаточна, чтобы вызвать заметное укорочение световых волн, даже идущих к нам навстречу. «Чтобы красный цвет мог показаться жёлтым, — сказал он, — скорость корабля должна быть в 500 раз больше. Тогда длина волны красного цвета укоротится и станет длиной волны жёлтого, вызовет в глазу соответствующее восприятие. Это может случиться с одиночной спектральной линией, а Марс даёт непрерывный спектр. Но почему же его цвет так изменился? — спросил я. Этот вопрос стоит и передо мной. Вероятно, потому что нет атмосферы за окнами корабля. Когда я найду объяснение, сообщу его вам». «Мы находились в обсерватории вдвоём. Камов и Белопольский отдыхали. Я пристально вглядывался в маленький, но уже отчётливо очерченный диск планеты. Крохотный шарик, как мне казалось, заметно для глаз приближался. Что ждёт нас там у конечной цели нашего долгого пути? «Как вы думаете?» — спросил я. «Есть на Марсе разумные существа?» На такой вопрос можно ответить только одно. Наука не занимается гаданием. Никаких признаков разумных существ не замечены. «А как же каналы?» Он пожал плечами. «Скиапарелли», открывший на Марсе тонкие прямые линии, назвал их «каналом». «Каналь». По-итальянски это значит «прорив», не обязательно имеющий искусственное происхождение. Отсюда это недоразумение. Тонкие прямые линии видны с Земли. Мы их фотографируем. Нет оснований считать, что это результат сознательной деятельности. Сейчас, близко от Марса, я этих каналов совсем не вижу. Как так? Очень просто. Сначала они были видны в телескоп корабля, все яснее и отчетливее. А когда мы приблизились, тонкие линии начали расплываться, стали тускнеть. Потом они совсем исчезли. Выходит, что они только обман зрения? Скорее не зрение, а расстояние. Но должна быть причина такой иллюзии. Противники Скиапарелли и Лоуэлла считали, что каналы обман зрения, вызванные расстоянием. Возможно, они были правы. Мне показалось, что Арсену Георгиевичу неприятна эта тема. И я перевел разговор на другое. Может быть, удастся разрешить загадку, когда мы будем на Марсе. Спуск ничем не отличался от такого же спуска к Венере. Только не было облаков, которые тогда закрывали от нас поверхность планеты. Атмосфера Марса была чиста и прозрачна. Так же, как и 104 дня тому назад, были включены двигатели для торможения. Экипаж находился на своих местах. Пайчадзе и Белопольский у приборов. Я у своего окна. Камов за пультом. Марс быстро увеличивался, и казалось, что он стремительно надвигается на корабль. Шаровая поверхность планеты постепенно исчезала из глаз и превращалась в вогнутую, как гигантская чаша. По мере приближения края этой чаши опускались, развиваясь все шире и шире. И когда корабль был на высоте тысячи километров, скрылись за линией далекого горизонта. Мы находились над бесконечной равниной. Нигде не замечалось никаких возвышенностей. Ровная, желтовато-бурая поверхность с редкими темными пятнами. «Пустыня», — сказал Камов. Я испытывал неприятные чувства разочарования. Почему? Чего я ожидал? Выводы современной науки не оставляли места иллюзиям. Я это знал, и все же был глубоко разочарован. Странно устроен человек. Во всех уголках Вселенной ему хочется поселить разумные существа, похожие на него самого. Субтитры создавал DimaTorzok